На Северную Африку. Там микс людей из римлян, греков, германцев, берберов, арабов. Если ты, например, летал в Египет отдохнуть, то много видел прямо чернокожих ребят вроде таких. А тогда этого было еще меньше. Поэтому нельзя Северную Африку записывать в чернокожих. Они к этой группе вообще никак не относятся. Не будем об этом говорить. Даже греки, а плохо тот грек, который не пытался насрать римляну в штаны, описывали римлян как левкос, то есть белые. А белыми греки считали только себя и римлян, а остальные это быдло. И почему же тогда в греческих источниках Септимус... Вот ты правильно показал этот смайл. Белые, потому что у них были белые голени. Это очень важное пояснение. Потому что грекам было важно описывать мускулатуру. Северус не описан как мэлос, то есть чернокожий. Еще у греков была третья категория людей. Ксантост, то есть желтые. Не в плане азиаты, а желтыми не называли народы со светлыми волосами. Вроде скандинавов или славян. То есть для них это не белые люди. Прям как американцы, кстати, в 19 веке. Идите, финны, в суд и доказывайте, что вы белые. А до тех пор хуй вам, а не гражданство. Идите, работайте на рудниках в Мичгане. И из-за того, что Септимий Севера от BBC получился чернокожим, следующая часть его биографии от римских историков выглядит немного странно. Септимий отправился с инспекцией в Британию на вал Адриана. И когда он там увидел реального чернокожего легионера, он так испугался его от цвета кожи, что приказал другим легионерам его отсюда убрать. Септимий надрестал в штаны, так как подумал, что черный цвет кожи у легионера это знак, что его ждет черная полоса в жизни. Другой вообще с пацанами убил чернокожего легионера просто от испуга. Слышь, это все фейк-ньюс, ясно? На самом деле, на самом деле, Север думал, что он уникальный. Он думал, что он единственный такой черный. И когда он увидел впервые в жизни второго черного, он охуел. На самом деле, там не было второго черного, там было зеркало, вот и все. Я бы за гражданство США поработал бы на рудниках в Мичигане. Не-не-не, ты не понимаешь. Они работали на рудниках в Мичигане не ради того, чтобы стать гражданами США. Они работали на рудниках в Мичигане, потому что это была работа для мигрантов без гражданства. А гражданство они не могли получить, потому что финны считались в 19 веке желтыми. Это не шутка. То есть, там была историческая эпоха забавная, когда у них был основной закон о гражданстве, который прямым текстом гласил, что белые люди становятся гражданами США. А потом они приняли поправки, которые касались гражданской войны и ее последствий. Что типа черные тоже, которые здесь рождены, они тоже являются гражданами США. И таким образом получилось, что граждане США это белые и черные, но они желтые. А потом была попытка на локальном уровне в разных штатах вводить законы против желтых. То есть, например, Калифорния, по-моему, была единственным штатом в истории, которая ввела официальный запрет на въезд на свою территорию мигрантов из Китая. То есть, да, это вот был прям особый случай даже по тогдашним меркам. Это были, кстати, 90-е годы 19 века, чтобы ты понимал. 90-е годы 19 века. То есть, вот прогресс, там уже автомобили сейчас появятся. Там братья Райт через пару лет полетят на самолете. Ну вот как бы. Калифорния такая типа, желтые идут нахуй. А чуваки в Мичигане где-то за несколько лет до Первой мировой, то есть, где-то в нулевые годы, это где-то было уже после русско-японской войны, то есть, нулевые годы 20 века, пришли, значит, финны в суд и в суде доказывают, что посмотрите на нас, блядь, мы белые, мы не азиаты, мы имеем право на гражданство. И судья ему такой говорит, ну, слушайте, да, действительно, хоть вы, значит, по науке и являетесь монголоидами, значит, из Южного Урала, но за тысячи лет жизни, значит, на севере Европы вы стали официально самыми белыми людьми. И в итоге у нас есть буквально судебное определение, значит, суда Мичигана, столетней давности, которое где-то в 2008 году исполнилось 100 лет, где буквально, значит, судья пишет, так уж и быть, мы признаём всех финнов белыми. Вот так в США вписали финнов в белую расу. А до этого их называли China-Svet, что можно перевести как шведский китайоз, в таком вульгарном виде. И самое забавное, что примерно то же самое было с евреями. То есть, евреи тоже какое-то время считались как бы не белыми, а потом со временем как бы стрелочка повернулась, причём отчасти официально. То есть, там тоже принимались в какой-то момент официальные документы, которые действительно стали официально считать, значит, евреев белыми. То есть, как бы такие народы, как финны, там евреи, отчасти итальянцы, это примеры фенотипически белых людей, которые в своё время фактически получили справку о том, что они белые. Потому что в то, что они белые, никто не хотел верить. А белые, которые вроде бы и так были белыми и не получали никаких справок, но при этом к ним все относились как к черномазам, это поляки. То есть, были и такие ситуации, когда всем очевидно, что ага, поляк вроде белый, но, блядь, вы травите, это же поляк, это же говно из-под ногтей. Вот. Хуже к полякам, хуже, чем к полякам, относились только к другому народу, тоже из Восточной Европы. Правда, это происходило уже по ту сторону границы, северные, уже в Канаде. То есть, в Канаде была тоже группа выходцев из Восточной Европы, которые в годы Первой мировой войны специально отправляли в концлагеря, потому что считали их пятой колонной и низшей расой. Причём, если немцев отправляли в концлагеря, где они там жили просто на поселении, то этот народ отправляли не просто в концлагеря, их заставляли, именно государство заставляло их, как военнопленных, всеми семьями строить дороги, и они при этом массово умирали. То есть, фактически это был трудовой геноцид, то есть, когда их заставляли трудиться в тяжёлых условиях, в тяжёлом климате, специально, чтобы они от труда, изматываясь, умирали. Можете угадать, что это был за народ. Официально считалось, что этот народ воюет на стороне Германии в Первую мировую. Подсказка, австрийский генштаб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова